Здравствуйте, ребята! Что природе другом стать, тайны все его узнать, все загадки разгадать, научитесь наблюдать, будем вместе развивать у себя внимательность, а поможет все узнать наша любознательность. Мы начинаем наш урок. Посмотрите, пожалуйста, на этот рисунок. Кто это? Ну, кто у нас рисует картины? Да, это художник. А как вы думаете, что он рисует? Давайте отгадаем загадку и найдем ответ. Если солнце не смеется, что с небес на землю льется? Правильно, дождь. Значит, художник рисует дождь. Ребята, тема нашего сегодняшнего урока – художник дождик рисовал. Сегодня на уроке мы с вами будем учиться отвечать на вопрос «под чем?». Узнаем новые слова. Поговорим о том, что помогает нам достичь наших целей. «Ребята, а вы когда-нибудь оставались под дождем?» Отгадайте загадку. Есть защитник от дождя. У тебя и у меня. В сумочке катается, лишь в дождик раскрывается. Что это? Молодцы! Это зонтик. Значит, мы можем укрыться от дождя под чем? Под зонтиком. Давайте посмотрим, как надо изменять слова, если мы говорим слово «под чем?». Если мы говорим «зонтик», что «зонтик» стоять где? Под чем? Под зонтиком. Что? Дождь. Гулять под чем? Под дождем. Под зонтиком. Что? Дерево. Спрятаться где? Под чем? Под деревом. Под зонтиком. Крыша. Спрятаться под чем? Под крышей. Можно также и бегать, сидеть под дождем, под зонтиком. Главное, что мы находимся под чем-то. Или какой-то предмет находится под чем-то. Обратите внимание, как заканчиваются слова. Под зонтиком. Под дождем. Под деревом. Под крышей. А вот во множественном числе слова заканчиваются совсем по-другому. Например, давайте возьмем слова «листья», «тучи», «деревья». Что «листья» находится под чем? Где? Под листьями. Под тучами. Тучи. Находятся под чем? Где? Под тучами. Деревья. Находятся под чем? Где? Под деревьями. Значит, слова во множественном числе заканчиваются на «ами-ями». Ну, а теперь давайте на примерах некоторых слов изменим слова в единственном и во множественном числе. «Кто?» Что? Художники находятся где? Под чем? И дано слово «дождик». Значит, художники находятся под дождиком, а рюкзаки находятся под партой. Листья находятся под ногами. Дети находятся под зонтиками. Молодцы! Ну, и грибы находятся под деревьями. Ой, смотрите, что это? Это гриб. Он растет под чем? Под деревом. Гриб растет под деревом. Есть разные виды грибов. Например, это белый гриб. Он съедобный. А есть и несъедобные грибы. Вы должны быть осторожными. Грибы всегда собирайте вместе с родителями. А это что? Это тоже грибок, только для песочницы. Под ним играют дети в холодке. Дети играют под чем? Под грибком. А кто знает, как называется теплый дождик, после которого растут грибы? Грибной. Правильно! Грибной. Какой? Грибной. Значит, грибной образовался от слова гриб. Что гриб? А дождливый от какого слова образовалось? Молодцы! От слова дождь. А холодный от слова холод. А грустный от слова грусть. А воздушный? Молодцы! От слова воздух. А слово осенний от какого слова образовалось? Подумайте. Правильно! От слова осень. Дождик может быть осенью, осенним, холодным. А когда идет холодный осенний дождь, часто люди становятся хмурыми. А все вокруг становится каким? Мокрым от дождя. Папа ловит рыбу. Давайте с вами рассмотрим рисунки и ответим на вопросы. Где? Под чем? Где папа ловит рыбу? И нам даны подсказки. Озеро дождь. Да, правильно. Папа ловит рыбу в озере. И вы видите, идет дождь. Папа не боится дождя и ловит рыбу прямо под дождем. Где играют дети? Под чем? Дети играют. Под чем? Под зонтиком. Где сестра читает сказку брату? Под чем? Сестра читает сказку брату под чем? Под деревом. Ребята, смотрите. Это называется мольберт. На мольберте художник прикрепляет лист, на котором рисует картинку. Где стоит мольберт художника? Под чем? Мольберт художника стоит под зонтиком. Давайте послушаем стихотворение Мусатова «Художник дождик рисовал» и найдем слова, которые отвечают на вопрос «Под чем?». Художник дождик рисовал. Осенний хмурый дождик. Мольберт под зонтиком стоял, а под дождем художник. Промок художник, вот беда. За воротник течет вода. Зато, сказал художник, нарисовал я дождик. Что делал художник? Художник дождик рисовал. Какая была погода? Погода была дождливая. Шел осенний хмурый дождик. Под чем стоит мольберт? Мольберт стоит под зонтиком. А почему? Правильно, чтобы картина не промокла, не стала мокрой. А художник где стоит? Под дождем. Какой это художник? Это старательный, трудолюбивый художник. Несмотря на дождик, на то, что он промок, он рисовал и дорисовал. Значит, если поставить перед собой цель, благодаря старанию можно добиться своей цели. А вы старательные? Вы ставите перед собой цели и достигаете их? Ну, я думаю, да. Потому что вы уже достигаете одну из них. Вы учитесь. Вы трудитесь. Вы просто молодцы. Ребята, вы сегодня очень хорошо поработали. А теперь я вам предлагаю сыграть в игру, найти слова. Посмотрите на экран. Здесь в таблице спрятались пять слов на тему сегодняшнего нашего урока. Попробуйте найти их. Если вы нашли слово «дождик», вы молодцы. Если вы нашли слово «мольберт», вы супер-супер молодцы. Если вы нашли слово «зонтик», вы супер-супер молодцы. Ну, а если еще и слово «гриб» нашли, вы мега молодцы. Ну, и наконец, если вы нашли и слово «художник», значит, вы чемпионы сегодняшнего урока. Сегодня на уроке мы с вами отвечали на вопрос «Под чем?». Узнали новые слова. Поговорили о том, что старание и труд дают возможность для достижения целей. На этом наш урок окончен. До новых встреч!